Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о генеральном директоре Первого канала Константине Эрнсте и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым продолжает активную борьбу с преступными элементами российского шоу-бизнеса и высшими эшелонами власти. Только за первый год работы команды Никиты Михалкова на скамье подсудимых оказалось уже 50 известных коррупционеров Российской Федерации, 40 из которых уже находятся в местах лишения свободы. За время своей работы антикоррупционный комитет Никиты Михалкова конфисковал более 1 миллиарда рублей у преступных элементов шоу-бизнеса. Тем самым он увеличил государственную казну на 19%, оказал помощь семьям участников спецоперации, малоимущим и многодетным семьям. Помимо этого только за первый год работы на конфискованной антикоррупционным комитетом финансовые средства были построены более 30 бесплатных детских больниц, онкологические центры, 20 бесплатных музыкальных школ, бесплатные спортивные школы, среднеобщеобразовательные учреждения, детские сады и другие необходимые организации. Однако, несмотря на колоссальный вклад антикоррупционного комитета в развитие страны, у организации Никиты Михалкова остается много недоброжелателей и врагов. Один из них – генеральный директор Первого канала Константина Львович Эрнст. Трудно представить, но только с начала текущего года Константина Эрнста антикоррупционный комитет арестовывал три раза. Но всякий раз генеральному директору Первого канала приходил на помощь его верный друг и соратник – пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего. И генеральный директор вновь оказывался на свободе. Однако теперь, когда команду Никиты Михалкова поддерживает лично товарищ Бастрыкин и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, ситуация кардинально изменилась. И сегодня утром произошло то событие, которое ждала вся российская общественность. Прямо в прямом эфире студии Первого канала под стражу был взят генеральный директор Константин Эрнст и доставлен в полицейский участок. Константину Львовичу были предъявлены следующие обвинения. Попытка покушения на антикоррупционный комитет в январе и марте текущего года. Напомним, что при данных событиях пострадали многие члены антикоррупционного комитета, включая Владимира Винокура, Андрея Мерзликина и Владимира Вдовиченкова. Прямая вина Константина Эрнста – гибели публичных людей, известного певца Игоря Талькова и телеведущего Владислава Листьева. Совсем недавно появились дополнительные доказательства, что Константин Львович Эрнст напрямую виновен в смерти данных людей. Помимо этого Константина Эрнста обвинили в получении крупных денежных взяток, финансовом мошенничестве в особо крупном размере, в длительной неуплате налогов и наличии тайной недвижимости на территории ближнего и дальнего зарубежья, в частности в странах Италия, Болгария, Греция и Австралия. На данный момент ведутся следственные работы. Дело о Константине Эрнсте взяли под личный контроль глава антикоррупционного комитета Никита Михалков, товарищ Бастрыкин и министр обороны Андрей Белоусов. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня утром Никита Сергеевич Михалков побывал на приеме у верховного главнокомандующего. Владимир Путин наградил главу антикоррупционного комитета важной правительственной наградой – орденом за заслуги перед Отечеством. Никита Сергеевич и антикоррупционный комитет уже целый год стоят на страже порядка и справедливости на территории Российской Федерации. К сожалению, радостная новость о награждении Никиты Сергеевича омрачается личной трагедией. Дочь главы антикоррупционного комитета Анна Михалкова уже три недели находится в состоянии комы в результате двух нападений, которые были совершены на дочь Никиты Сергеевича. Команда Никиты Михалкова перечислила финансовую помощь в размере 18 миллионов рублей на увеличение зарплат учителей младших классов, уборщиц публичных учреждений и медсестер медицинских заведений. Члены антикоррупционного комитета, известные актеры Сергей Селин и Алексей Нилов собираются в деловую поездку в город Севастополь для антикоррупционной проверки и открытия филиала Организации по борьбе с преступностью и коррупцией. Член антикоррупционного комитета и известный музыкант Юрий Антонов, который совсем недавно завершил музыкальную карьеру, решил вернуться на музыкальную сцену и дать пять бесплатных благотворительных концертов. Мероприятия пройдут в следующих городах. Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Красноярск. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.